Бог допускает трудные времена, чтобы пришли большие перемены. И надежда в том, что Бог планировал это, и в Его плане все изменится к лучшему. Но опять же, поставьте Его на первое место. Он использует вас, чтобы внушить надежду многим, многим людям в это время. Бог просмотрел все будущее наперед и выбрал вас, чтобы поместить вас сюда, в такое время, как сейчас. Он мог поместить вас куда угодно, но Он родил вас, сотворил вас, Он скроил вас для такого времени, как сейчас. Вы не только пройдете через Него, но также станете примером для других. И таким образом, у вас будет больше влияния, чем когда-либо раньше. Третье. Те, кто думают о других и не говорят лишнего, например, люди, которые ведут разговоры об обеспечении и благости Божией, даже во время шторма, они и увидят спасение Господне. Нет ни одного поколения, которое не проходило трудные времена. Да, бывают особенно трудные времена. Но, как один раз мне сказал Господь, маленькие битвы рождают маленькие победы, а из маленьких побед выходят маленькие победители. С другой стороны, от больших битв приходит большая победа, и из больших побед выходят большие победители. А кем хотите быть вы? Маленьким победителем или большим победителем?